итак ребята всем привет сегодня я приехал на очередной коп давненько я не копал с неделю это точно последний выход до был ровно неделю назад и сегодня прям решил душеньку отвезти приехал на одну деревню на бывшее место фермы здесь у нас были коровники чуть дальше у нас были тракторные станы по ремонту вот и сегодня начну наверное вам показывать как зарабатывать именно на металлоломе сегодня пройдусь по битым местам между прочим место очень выбито каждый божий воскресенье суббота здесь наплыва кладоискателей монеты уже не собирает потому что здесь их уже больше нету но металлолом еще кое-где встречается и каждую неделю здесь кто-то есть это прям стабильно сто процентов ну я сегодня решил проверить вот что сегодня у меня будет работать на металлоломе непосредственно очень дорогой прибор как вы знаете прикупил я в этом сезоне noktu impact но он в принципе дорогой стоимости я конечно не буду оглашать кто если любопытный может заглянуть поинтересоваться для меня это в принципе очень дорого чтобы на свои хотелки тратить такую сумму в общем он у нас будет сегодня ходить по битым местам на функции которые я включу режим глубинника и посмотрим после всех кладоискателей что он может найти и какое количество время к сожалению уже солнышко высоко встало сами понимаете пока встал чает дмтпм заправка ездил на родник за водой потому что сегодня будет очень жарко небо чисто и большое количество буду употреблять воды как вовнутрь так и наружу в общем но кто батареи лопата и с первой же находкой какой-нибудь крупной находкой я обязательно включусь если меня видите знать что-то он на все-таки набралось либо крупничок либо большое количество смотрим будет интересно итак ребята ну что дело пошло подстал уже поднимать более-менее такого весомый металл я не брезгую даже поднимать и мелкие вот знаете вот за машиной есть участок где-то полтора на полтора прибор у меня очень музыкальный куча сигнал в ну блин куда бы катушка не повернул везде звенит и мне пришлось знаете убавить не просто чувствительность чувствительность я оставил но я убавил именно воды и продлил его до 15 для сравнения конечно у каждого прибор разные поводы и там насколько дискриминацию нужно отключать в общем я отключил на 15 по монетам я хожу включаю 20 а это я выключил 15 то есть зачем я это сделал для того чтобы не цеплять мелкий металл то есть какие-то гаечки болтики гвоздики в общем всякую такую-то лабуду как вы знаете крупный металл ржавый металл или высокоуглеводистый металл они отдают в цветнину и нам это вот как раз и нужно крупный металл или же вот знаете вот с высоким углеродом именно металл мелочь не хочу копать прибор очень музыкальный вообще мне аж голова заболела в общем наковырял достаточно много уже наверное килограмм килограмм ну килограмм 10 это точно но самое тяжелое что у меня выпало это какая-то лабуда я не знаю что это в общем она у меня вывесила на пять с половиной килограмм вот так что металл весь который я поднял уже точно взвешу ровно 11 килограмм вот так что 16 килограмм уже есть но не густо но и не пусто считаю то что место настолько выбито что происходит ямка и приходится еще ямку до капу вот так вот насколько она выбита ямка на ямке и лично я выкапываю ямку а следом еще одну ямку так что к чему я начал этот фильм сюжет записать то а насчет воды и ребят кто начинает заниматься металлопоиском именно металлоломом знаете что крупный ржавый металл будет отдавать чернину и для того чтобы поменьше копать или же у вас прибор какой-то супер музыкальный ну дорогой вам необходимо отключать определенное количество секторов он камрады приехали за металлолом в общем отключайте немножко воды и железо для того чтобы копать крупное железо мелочь не цеплять так что вот такой мой совет по металлокопу ладно идем дальше копать и так ребят на улице стало очень очень жарко и мне пришлось искать место где в тенечке к сожалению металл покопать уже не получается потому что все находится у нас на солнце я вот в тенечек тут то ли дикой яблони уже превратилась то ли что пытался вызвать железный сигнал вы ковырял так вот вот на железяка ради которой я там начал шурфить даже не шурфить а ковырять сигнал в общем железячка она и в африке железячка но когда я его ковырил мне понравилось интересно то что рядышком кто-то начинал то ли шурфить то ли сигнал какой-то вынимать и вынимая свою железяку я увидел хорошую в принципе добротную засыпку ну и засыпка знаете чем хороша была то что был еще один цветной сигнал я продолжил копать и сейчас вам покажу что я выкопал на выкопал лучше конечно я здесь останусь так что смотрим ребята перед тем как показать находку вот на это то ли дикой яблони то ли что наверно все таки яблони дикое превратилась вот здесь конечно кто-то здесь вот начинал шурфить может быть и я сейчас продолжу не знаю потому что смотрите чем интересно очень интересно то что здесь присутствует абсолютно все стекло кирпич керамика обувка предметы различного вот бы то всякие что тут еще интересно к сожалению плохо то что шифер ну ничего страшного шифер могли потом перекладывать столбушки стоят о как глубоко значит здесь будем улица смотрите вот она проходит то есть первый дом это мой дом здесь мы наверное зашурфимся горшочки как вы видите горшочки горшочки кругом так резиновая обувка тоже не очень хорошо но ничего страшно шифер конечно меня пугает но смотрите я даже машину сюда подогнал обувка есть даже кожаная старинная древняя машину сюда даже подогнал а вот чернильница я сюда бросил вот смотрите здесь вот был железо которое вам показывал и вот смотрите продолжался сигнал вот он какой красавец 3 копейки вообще огонь смотрите и сохранить будет хороший 1910 3 ячок прикольно только я немножко не понимаю не понимаю местонахождение этой монеты именно здесь неужели такой дом был большой вот там дымовая яма а монета здесь возможно здесь был пристрой сара или что-то в этом роде и уже в сарае в пристрой потеряли ее когда например вскакивали на лошадку или еще что-то из кармана вывалилась надо будет еще здесь посмотреть может быть еще что-нибудь завалялось все в округе здесь вот еще прозвоню дабы тенек солнышко нас очень ярко на солнце 40 так что прекращаем копать металлолом и падаем в тенек ладно включусь при первой же интересной находки а вот это ребят уже интересно сигнал был тут же его кое-как выцепил и смотрите две копейки смотрите какой бодрый сахар вообще огонь 56 ничего еще продолжаем ну и вот ребят улыбнулся мне земляной дед подкинул классную монету помните недавно я говорил что евгений поднял 10 копеек сорок четвертого года стоимость я не помню но очень дорогая и вот сейчас у меня тоже выпала монета а сохран ты какой смотрите блин я такой сохран вообще впервые в жизни вижу смотрите какой сохран огонь 10 копеек 1944 года блин блинский твою налево ничего себе вот коп у меня уже удался блин я уже точно не помню но сейчас вам я конечно стоимость монеты уже прикрепил и вы знаете что монета очень дорогая тем более смотрите какой сохран сохран просто огонь прет мне привет были на всего-то смотрите я даже не знаю блин натуре здесь надо шурфануть и все находки на штык лопаты хухухухухух вот это да ладно чай обязательно деду земляному тоже налью пойду я ведь не курю больше ребят и приходится чего-то постоянно то ли чай то семечки все прочее так что принимаю поздравления я бросил курить класс и так ребят не смог я удержаться и посмотрел на стоимость данной монетки 10 копеек сорок четвертого года и стоимость данной монеты 5000 рублей офигеть вот это мне блин фартанула огонь 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 принимаю поздравления и так ребят некоторые меня в комментариях пишут вот вы шурфите такое ощущение как будто там монета специально разбрасывает или же сам подбрасываешь блин смысл столько лопатить чтобы подбрасывать монеты я думаю это как-то комментарии необдуманно сказаны вот смотрите вот на таком участке метр на метр метр на метр видите штык лопатой правда я уже начал и 2 здесь вот у меня уже пошла целина то есть я туда больше углубляться не буду буду углубляться туда в общем предел тоже видите там я делал пробные копки чтобы туда делать забрасывать засыпку чтобы там не шурфить сигналов там нету в чернозем в общем решил туда весь грунт сбрасывать не сюда не туда не туда никуда а вот именно в эту сторону потому что я начал ковыряться и не знал куда дом пойдет вот так что наверное дом пойдет вот сюда вот в эту область вот так вот и здесь вот я остановлюсь основательно почему зашурфился метр на метр а по находкам смотрите что уже получилось так но здесь я менталолом тоже собираю запутку всякую и по монетам уже получилось вот смотрите вот такое количество монет раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь монет из них одна трешка царская классная и очень дорогая 10 копеечная монета вот так что другие я просто вам не снимал не показывал ну зачем обострять внимание единственное что мне еще задают саж сделай онлайн как ты копаешь как сигнал и выкапываешь тяжело это делать вот так что сейчас попробую может быть штатив поставить на верхнюю точку и пусть он снимает что я делаю вроде как батарей на камере достаточно хорошая пусть и получится у нас онлайн так что сейчас наверное поставлю штатив куда-нибудь вот сюда вот пусть он меня снимает как я копаю если вам это интересно вы требуете ребят требуете чтобы я показывал как я копаю чего выкапываю ну-ка хотите если вам это интересно мне если честно такие копы шурфы не нравится стоит камера человек копает хрен знает что там показывает находит нет не интересно если честно но если вы требуете так что не обессудьте смотрите ставлю на штатив ну чё ребят поехали онлайн захотели смотрите интересно вам будет или нудно так что не обессудьте смотрите не знаю как скоро находка будет не знаю насколько камера хватит ну ладно еще посмотрим посмотрим первый выбор сделала так что живем увидим и как в общем буду в процессе говорить что засыпка здесь не особо интересно и тем что основном какие-то очаги глины попадаются кирпич стекло иногда кусочки костей но интересно то что кирпичи лежат прям на дне на черноземе давайте сделали мы сколько 10 капков и теперь будем прозванивать так здесь нет ничего когда шурфите если сигнал проходит в одну сторону обязательно ногой пните возможно просто ну интересно вот скажите мне интересно нет мне не было бы интересно если бы я смотрел любимого блогера и он бы вот такую фигню показывал мне такое не интересно вам я так понимаю очень интересно ну ладно продолжаем отходим немножко в сторону грубо говоря вот здесь у меня идет солина уже я иду по краешку дом не знаю насколько он будет длины насколько будет хороший вот второй штык лопаты делаю смотрите даже на лопате осталось смотрите вот культурный слой на лопате они живите прессованы даже от лопаты кое-как отрывается то есть это уже мы як а вот здесь вот прям легко отваливается это культурный слой вам именно надо это копать так что здесь я только буду копать ну на два штыка доцелены уметь уже куски чем правее уже на штык лопаты надо прозвоним еще раз и здесь тоже ничего нету когда кучка уже становится такой высокой и и растаскивайте сторону и снова прозваниваете футы были ребят вот вот знаете вот бывает дебилы вот дебил это я ребят у меня прибор выключен вот это я онлайн записал но все равно посмеетесь ребят надо мной что бывает и такое хороший четкий сигнал опана смотрите как удачно схватил видите что это это у нас пятак 5 копеек 24 года крупная медная монета это последняя монета который чеканился из царской меди 24 год вот из них же чеканились пятаки николаевские вот ну хочу сказать что монетка плохого отвратительно с охрана с другой стороны вообще то ли затерта то ли что ну я и сейчас ополосну и посмотрю ну не хило ребят нехило за это можно поставить пальчик вверху то что я вроде говорил что не всегда в онлайне получается чего но вот так вот классно и 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 блин здесь вот аська она плоха тем что она очень хорошо сигналит вот на такие вот корни отвратительно нет недостаток аськи но ребят еще один шой какой-то сигна чик причем неплохой ну все из хорошего сигнала превратился в отстойный ну пошла смотрите че пошла вот такая вот я не знаю что это от обувки то ли стелька то ли подошва непонятно ну ладно кости кирпичи будем смещаться в сторону камеры посмотрим посмотрим давайте еще а покопаем в прямом эфире это получается кто меня любит слушать кто заходит ко мне на стримы общается со мной тут тоже получается да как стрим только вам удовольствие больше вы смотрите помимо всего интереснейшие шурф вы также смотрите как работают другие потому что сущность человека такая что она любит смотреть вечно на три вещи ну сами знаете да как горит огонь течет вода и как работают другие так что у вас удовольствие наверно вдвойне в тройне камер какой пишет да пишет вот хрен знает вот корень это сигналит опять или же все-таки какой-то металл цвет все-таки металл какой-то но пропал значит железо какой-то если сигнал пропадает то это железо по крайней мере на аське так в в Субтитры сделал DimaTorzok Ну нет ничего Это как закон подлости, ребят Как начинаешь снимать Блин Кругом это Паутины, пучки Как начинаешь снимать На камеру онлайн Все Закон подлости Земляной дед Прекращает Работать на публику В прямом смысле По другому никак нельзя Объяснить А не, хотя мы только что монету подняли Ладно Продолжим Извращаться Блин, ненавижу, когда на лопату Земля налипает А чтобы она не налипала Я раньше использовал ВД-шку Берете ВД-шку Смачивается лезвие лопаты Ну то есть Всю лопату И на нее не липнет Ничего Ладно Все, ребят Я чаю попить Вы тоже можете пока чай попить И водички хлебнуть Жарко Жидко Итак, ребят Про шорфил уже Вот такой-то объем Вот это все место Было без сигналов Одна монетка была Ну я вам ее не показывал Была трешка Плохого Внешнего вида 52-й год Отвратительная Ну и я вам Стал показывать Лишь из-за того, что Визуально Как вы видели Я начинал шурф Кто-то здесь Делал пробные капки И вот Видите разница Вот моя Темная Сырая еще И вот Сухая Старая чья-то И вот смотрите Я ничего не трогал Ничего не подбрасывал Вот она Монетка лежит Две копейки Две копейки 56-го года Да Бывает и такое И довольно-таки часто Так что Помимо всего Когда вы копаете По сторонам Тоже Оглядывайтесь Это особенно На шурфах И на полях Где Вспашина Бывает такое Что вымывает дождь Монету Или Камрад на шурфе Просто не заметил Да И еще Вот видите У меня Здесь вот Посредине шурфа Находится Вот такая вот Фиговина Это у меня Так называемый Холодильник В каком смысле Холодильник Это у меня Обычный Картофельный Мешок Как говорят Вот И внутри Находится земля Это я сделал Для того Это для удобства Раньше я Просто присыпал Бутылки А сейчас Вот берешь Просто эту дверцу Открываешь И там находятся Бутылки Вот Где-то делаете Глубину На полметра Этого достаточно Чтобы вода Была всегда Прохладной Потому что В жару В 40 градусов Если даже Бутылка Находится В тенечке А в тени У нас 30-35 Представляете Бутылка С водой Будет 35 Да-да А здесь Она прохладная Попили И снова Закрыли Вот так вот Это так называемый Холодильник А мешок Это дверь Вот Берите На вооружение Копаем дальше Ребят Какой-то НАТО летит Где это Чудовище-то Вот Огромный вертолет Звук Очень Чудовищный Громкий Я такие Честно говоря По-моему Первый раз Такие вижу Вертолеты По-моему Двойной лопасть Что ли Вот Но я не из-за вертолета Начал снимать А из-за того Что вон там вон В жаре Подъехал Только что Камрад И он Копает Где-то Вот здесь Вот Копает Металлолом В жаре Фух Вот это Да Вот это Жуть Ну Прям Камрад Дает Вон Кстати Голова Появилась К машине Идет Вот Вот Он Да Жутковато По такой Жаре Будьте Аккуратны Ребята Если копаете Одни По жаре Солнышко Может Ударить По голове Так Что Вы Можете Остаться На съедение Зверя Да Да Такое Может Быть У кого Слабое Сердце Или Еще Что Так Что Копайте Вдвоем Втроем На всякий Случай Итак Ребят Камрад Который Там Был Уехал Мимо Мина Проехал Рукой Махнул И дальше Поехал Я Обосновился Поздоровался А он Мимо Я К чему У меня Монета Монета Зеленая Так Герб Советский Союз Это Наверное Двушка 24 Года Больше Сказать Ничего Не могу Гур Перебристый Номинал К сожалению Только Водичкой Помыть Не видно Но Двушка 24 Все Оказывается Здесь всего-то Нужно На штык Лопаты Дальше Ити Интересно То Что Непонятно Что здесь Было Вообще Непонятно Я Как бы До сих пор В недоумении Тем Что Большое Обилие Крапивы Это означает Что Здесь Рыхлый Грунт А Рыхлый Грунт Это Означает Что Совершенно Верно Это Засыпка Засыпка Как вы Видите Всего-навсего На штык Лопаты И Крапива Кругом 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 И Ямы 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 Кругом Ямы И вон там Похоже Что-то Непонятное Холм Яма Непонятно Здесь Я просто Случайно Случайно Наткнулся На сигнал Копнул Одна Вторая Третья Монета И я Остановился Но Сам дом Стоит Вот он Вот Сам дом Свидетельств Тому Что там И стекло И бутылки И всякое Всякое Лабуда А там Что Хоздвор Что-ли Был И так Много Потеряшек На этом Хоздворе Что Ладно У кого Какие Есть мнения У меня Пока Что-то Голова Не понимает Почему Здесь Так Продолжаем Вот Ребят Не поверите Нет На нюанс Такой Произошел Смотрите Вот Ножичек Я его взял Чтобы лопату Почистить Серьезно Так и было Вот Беру лопату Подношу К лицу А здесь Смотрите Что на лопате Я Честно Ничего Не делал Так оно И есть Офигеть Вот это Да Такой У меня Впервые Чтобы Решил Лопатку Почистить А там Монета Прилипла Три копейки Пятьдесят Пятидесятого Года Ничего Да Бывает И такое Ребят Бывает Сам Главный Сигнал То Не было Ничего Просто Копал Выкидывал Не Прозвонил Ничего А лопату Я не Прозваниваю Вот Хотел Ножичком Просто Счистить Земельку А тут Вот Такой Нюанс Но Приятный Нюанс Классно 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 Продолжаем Копать Итак Ребята Я Уже Говорил Вам Что Я Шурфлю Не пойми Что Не знаю Все находки Вот Именно В этом Пределе Вот Что Это Такое Не могу Понять Считай Сколько Здесь Ну Полметра С Небольшим И Вся Вот Эта Полоса Давала Находки Там Пятак Здесь Царь Потом Трешки Двушки Все Здесь Вот На этой Полосе И Вот За Свой Холодильник Начал Тоже Шурфануть Думаю Старает Больно Как-то Странно Вот Здесь Все Монеты Думаю Да Попробую Здесь И Вот Монета Я Теперь Даже Не знать Что Думать Как Копать Это 15 Копеек Рамочник 43 Год В принципе Бодренький Бодренький Хорошенький Жалко Не 42 Ну Ладно 43 44 Года Уже Есть Вот К тому Я хочу Вернуться Я Думал Что Все же Этот дом И туда Продолжение Идет Типа Постройки Пристрой Ну Знаете Можно Было Так Подумать Я Ошибся То Что Так Думал Потому Что Здесь Как Вы Видите Сопутка Всякое Стекло Бутылки Вроде Как Кирпич Вот Можно Было Подумать Что Это Дом Но Оказывается Это Эту Яму Просто Использовали Как Мусорную А В свое Время Это Было Типа Погреб Или Что Я Когда Вам Говорил Что Здесь Какие Столбушки Есть Вот Столбушок Вот И Я Решил Проверить И Не зря Это Сделал А то Обычно Я Начинаю С углов Шурфить С первых Венцов Вот С этой Стороны И Решил Проверить И Хорошо Что Это Сделал Видите Это Рогатулино И Это Рогатулино И Это Означает Что Здесь Был Типа Погреба Землянки Хорошо А вот Камрад Здесь Поковырялся Очень Хорошо Ошибся И Все Бросил Но Ковырялся Здесь Полдня Как Минимум Знание Информация Это Сила Ребята Сила Все Приходит Со Временем С Практикой Так Что Дом Где-то Был Вот Здесь Вот А Я Может Участок Как-то Задел Блин Фиг Пойми Так Что Продолжаем Ребят Продолжаю Срезать Срезал Одну Кинул Туда И Два Туда И Смотрите Круглая Надеюсь Монета Да Это У нас Пятак Год Надеюсь Интересный Нет Нет Не Интересный 46 Интересно Прям Сейчас Монета Выскочила Так Вот То На Лопате Прилипнет То Сама Выскочит Вот Смотрите Видите Отпечаток Такой Еще Остался Да Что Что Здесь Такое Было Что Здесь Монеты Сейчас Тогда Вот Этот Слой Подрезать Здесь И Здесь Вот Слой Пойти И Направляться В ту сторону Блин Комары Зажрали Наверное Сейчас Свои Супер Средства Буду Использовать Чуть Попозже Какое Супер Средство Вы Спросите Да Ну Я На Предыдущих Видео Показывал Рассказывал Что За Средства В общем Если кому интересно Халявный Бесплатный Лайфхак Я вам покажу Но это Чуть позже Ребят Ну Монетки По прежнему Дут Вот Именно Как я вам Говорил Сейчас Выпала Двадцатка Тридцать Тридцать Седьмого Года Не знаю Редкая Она Нет Ну По крайней мере Не часто У меня Тридцать Седьмого Чё-то Я не помню Есть Нет Но Факт Есть Факт Монеты Здесь Вот Идут У кого Есть Какие Варианты Пишите Хоть Буду Знать Ребят Ещё Одна Монета И снова Это Медоники Судя По цвету Да Это Пятнашка И Год Уже Сорок Восьмой Вот Такая Пятнашка Придётся Всё Резать Вот Оттуда Придётся Коряги Ломать На Штык Лопать И Всё Как я Вам Показывал Может Тропинка Какая Была Ну Разброс Какой Считается Царизм Советы Интересно Ладно Продолжаю Ребята Расширяться Вот Была Ещё Пятнашка Пятьдесят Какого-то Года Я Вам Не Показывал Смысла Нет Но Вот Это Я Покажу Потому Что Я Сам Ещё Её Не Знаю Ну Празмерно Энпи Так О Пятачок Старый Герб За Как Говорится Зашлифованный Да Блин Явно Тридцатый Или Тридцать Первый Да Тысяча Двятьсот Тридцатый Пятачок Убитый Да Но Всё равно Как Находка Можно Её Конечно Же Положить К остальным Здесь Вот Я Не знаю Идёт Какая-то Сапутка Сапутка Вот Смотрите Керамика Ну Керамика Советская Жалко Надписи Нету Гербов Нету Ничего Определить Нельзя Так Вот Ладно Продолжаем Расширять А потом Может быть Будем И углублять Жизнь Покажет Итак Ребят Как я Обещал Вам Показать Лайфхак От комаров От мух От всякой Вот этой Кусачей Штуки Человек Потеет Как говорится И на него Всякая Как Зараза Всякая Прилипает В общем Вам необходимо Что Найти где-нибудь Мёртвое дерево И на мёртвом дереве В основном Всегда Есть Вот такой Гриб Вы этот гриб Просто Напросто Откалывайте И забирайте С собой Я такой Грибочек Уже Вожу Не знаю Сколько Раз И испытываю Уже Четвёртый Раз В общем Можно Его При помощи Ножа Срезать Вот Или же При помощи Лопаты По ней Трахнуть Вот Я Сейчас Постараюсь Ножичком Срезать Он Он Слой Верховой Жёсткий А потом Идёт Такая Знаете Мягкая Труха Вот Выглядит Он Вот Таким Вот Образом Видите Хорошо Если Он Будет Сухой Бывают Они Ещё Влажные Вот И Потом Что Просто Берёте Спички И Это Дело Поджигаете Блин Ветер Лёгкий Она Обычно Зажигается Очень быстро Как вы Видите С одной Спички Она Уже Задымила Вот Нам Именно Нужно Чтобы Он Дымил Он Гореть Не будет Но Дым Будет Из себя Издавать И Возле Себя Положите И Эта Фигня Будет Отгонять Всякую Дрянь Комаров Так Вот Сейчас Комары Ко мне Летят Они Это Ребят Только Ко мне И От Меня Вот В общем Таких Достаточно Две Штучки Сделать Чтобы Если Ветерок Есть Чтобы Он Дул С Разных Сторон Но Если Ветра Нет То Достаточно И Одной Вот Чем Больше Хреновина Вот Это Вот Гриб Тем Больше Он Будет Издавать Как Говорится Вот Это Вот Пахучий Ну Природный Значит Я Не знаю Не знаю Как Он Для Организма Человека Вредный Нет Но Я Сомневаюсь Что Какой Вред От Него Будет Чем Знаете Брызгайте На себя Там Всякую Химию От Комаров И Все Прочее Вот А Это Не На себя Это Просто Как То Напишите В комментарии Если Есть Специалисты Есть Ли От Этого Средства Какой То Вред Человеку Но Факт Том Что Я Знаю Что Оно Очень Помогает От Комаров Так Что Вот Такой Бесплатный Лайфхак Мотайте На ус Итак Ребят Походу Царь Причем Верховой Снял Да Это Царь 1914 Год Николай Классная Монета Блин Цари Наверху А Советы Внизу Это Как Это Как Не Пойму Ладно У нас Чет Какие Раскаты Грома Неподалеку Так Что Возможно Скоро Свежесть Придет Дождик Где-то Будет Не знаю Где-то Оттуда Раскаты Классно Классно Четвертая Медь И вторая Царь Зачет Продолжаем Копать Как говорится По традиции Продолжаем Здесь Вот Моя Амфора Издает Источает Запах И Комарики Ко мне Вообще Не подлетают Поднял Я Вот Где Она Тут У меня Так Так Где Она Где Она Где Она Блин Найти Уже Не могу А Вот Рукоять Латунная Между прочим От Какого-то Ларца Ларец Был С деньгами Вот Так Что Вот Такая Красивая Декоративная Похоже Можно Было Сказать Что От Самовара Но Здесь Вот Была Древесина Вот Даже Сейчас Остались Участки Древесина Так Что Рукоять Ладно Продолжаем Итак Ребят Продолжаются Находки Туда Шире Делаю Нифига Ничего Нет Расширяюсь Ту Сторону Блин Находка До Этого Тоже Была Находка Я Не Показывал И Вот Пятак 52 Год Сохран Идеальный Да Идеальный Сохран Да Уж Ладно 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 Значит Продолжаю Туда Я Все Думаю Дом Как-то Вот Так Стоял Блин Но Почему То Находки Идут Просто Вот Здесь Вот Вот Ну Фиг С ним Не буду Ломать Голову Весь День Ломаю Голову И Как-то Что-то Непонятно И Все Равно Буду Тогда Копать Пока Находки Идут Буду Копать Вот Вот Уже Вот Такое Количество Монеток У Меня Так Че Че Подымал Пятнашку Какую Итак Ребят Моя Дорожка Выдохлась Здесь Вот Я Сейчас Трешку Поднял С 31 Года Вот И Перебрался Вот На Эту Сторону Вот Сюда Вот Блин Чуть Монет Не затоптал Вот У меня Монетка И Стал Снимать Потому Что Это Пятак Конечно Блин Второй Пятак Сегодня 52 Года Но Он С Болячками Будет А Тот А Тот Шикарный Грубо говоря Вот Эта Монета Все Уже Интересно Никакого Не Представляет Болячки После Чистки Будут Кратеры Ну Ладно Повезет Следующей Монетой Итак Ребят У меня Находка Теперь Я Срезаю На штык Лопаты Больше Не углубляюсь Потому Что Везде Полтора Штыка И Все Вот Где-то У меня Здесь Монета Была А Вот Монетка Темная С Интересной Темной Патиной Это У нас 20 Копеек Сорок Шестого Года Вот Так Вот Советики Прут Просто Делаю Штык Лопаты Срезаю По Кромочке Потому Что Не знаю Может быть Дом Большой Был Но Без Подпола Так Что Кстати У нас Слышали Я Говорил Грохочет Где-то И Вон Оттуда Темнота Идет Так Что Не знаю Насколько Хватит Пока Это Все Дойдет Но Идет Очень Долго Очень Долго Километрах Наверное Если Посчитать Вон Там Вон В В том Леску Вот Видите Полоса Горизонта Там Уже Дождь Моросит Опа Молния Даже Была И Это Где-то Примерно Километров 25-30 Отсюда Но Так Как Петра Нету Долго Будет Долго Ладно Продолжаем Итак Ребята У нас Заморосил Дождик Капли У нас Под углом Это Означает Что Еще Он Не Подошел Вот Так Что У меня Еще Есть Время Вам Покажу И расскажу То Что Я Сегодня Нашел Интересный Фундамент Тем Что Мусора Здесь Вообще Нету Вообще Одна Водочная Пробка Была И Все Больше Больше Ничего Ни Фольги Никакого Там Кровельного Железа Ничего Холодильник Классный Все Ходил Ездил Я За Водой На Родник Вот И Вода В Холодильнике Такое ощущение Как будто Я Только что Вытащил Из Родника Даже На Бутылке Такая Знаете Не Изморось А Вот Такая Вот В общем Мокрота Досталась Холодильника Твою Мать Короче Надвигается Буря Если Был бы Я На Легковой На Шкоде На Своей Я Был бы Давно Свалил Глядя На То Что Надвигается Но Так Как Я Сегодня На Ниве Мне Вообще Все По Плечу Грязь Лякоть По Барабану Нива Классная Машина Создана Для Кладоискателей Так Что Имейте Ввиду Ну И Давайте Сейчас Я Вернусь К Находкам Которые У нас Сегодня Были Ну А По Шмурдико Ребят Вот Так Вот Получилось Любопытная Вот Такая Свечка Вот Раньше Вот Такая Вот Была Свеча Так Что Имейте Ввиду Если Найдете Вот Такую Илабуду И Это Древняя Свечка Древняя Свечка Для Двигателя Советиков Вот Такое Большое Количество И Четыре Медных Это У нас Пять Копеек Двадцать Четвертый Три Копейки Тысяча Девятьсот Десятый По Моему Я вам Говорил Вот Двушка Двадцать Четвертого И Копейка Царская Николаевская По Шмурдику Любопытно То Что Мусора Вообще Не Бало Вот Такие Оплавыши И Колечко